И как тебе вода? Супер. Теплая? Теплая. А ты знаешь, что сделаешь, чтобы не утонуть? Ну, нужно быть, не глубоко заплывать и не заплывать за буйки. А покажи вот здесь, до куда тебе можно заплывать? Алис, я кидал. Заходи, Владимир. Я вообще люблю воду с Иллова. Яна в декретном отпуске. Живет в Гомеле рядом с каскадом озер в Волотове. За дочками Алиной и Машей глаз да глаз. Но мама знает, что рядом спасатели. Пляж оборудован, дно почищено, для детей – лягушатник. Все остальное зависит только от погоды. Пляж оборудован для детей в первую очередь, я считаю, что мы здесь рядышком живем. Сделаны ограничители. Постоянно присутствуют люди, которые наблюдают за этим. Чувствуем себя безопасно. Один из тех, кто помогает контролировать порядок на воде и берегу – Артур. Парень учится в университете имени Франциска Скорины на Юрфаке. Сейчас в составе отряда БРСМ работает на спасательной станции. Для этого прошел специальную подготовку и сдал экзамен. Самое сложное, говорит, доказать пьяным, что озеро вовсе не по колено. И раз за разом повторять мамам, что нельзя спокойно загорать в 30 метрах от трехлетнего ребенка, когда тот плещется в воде. Сложности в том, что очень много приходит с детьми, а дети, как вы знаете, непослушные. Они не слушают ни родителей, но нас вот на самом деле они слушают. Также сложности в том, что много приходит с животными, нам приходится говорить, что нельзя. И, к сожалению, есть люди, которые приходят со спиртными напитками. Приходится тоже им объяснять, что так не положено. Студентов на спасательные станции стали брать на время каникул с прошлого года. В месяц ребята могут заработать примерно по 400 рублей. График работы – два дня по 8 часов и день отдыха. В основном это студенты факультета физической культуры и спорта. Они самые подготовленные. В обязанности уходит, естественно, наблюдение за акваторией пляжа. У нас отведенный пляж есть, вот табличками ограничен, буями ограничен. Вот это водная гладь, это наша, где разрешено купание. Разрешено купание. За буями, естественно, запрещено купание. И там далеко тоже запрещено. Поэтому наша задача, в первую очередь, не допустить здесь утопления, но смотреть и там. Если там идет какое-то нарушение, поплыл кто-то там в запрещенном месте, значит, мы идем и предупреждаем, подплываем на лодке. Если он нетранспортируемый сам, не может доплыть, то мы его транспортируем на лодке и доставляем на берег. На платном отрезке центрального пляжа с двумя из своих четырех дочерей отдыхает Александра. Вообще-то вход на этот отрезок бесплатный. Платить нужно только за шезлонги, если они нужны. Меньше людей, спокойно, почище здесь. Хорошо с детьми, хорошо, мне нравится. А какие услуги, вот за что вы здесь платите? Вот ни за что вообще. Ну, здесь если что-то покупаешь, да, за шезлонг надо платить. А просто прийти здесь мне бесплатно. Все дети Александры знают, что в воду заходить без мамы нельзя. Тебе нравится на пляже? Да. А ты купаться ходила? Угу. А ты знаешь, как правильно купаться, чтобы не утонуть? Да. Как? Глубоко не заходить, да? Угу. И с мамой купаться, да? Да. В десяти метрах на бесплатном участке Ирина с внучками. По ее мнению, на центральном пляже все для комфортного отдыха. И дно, и контроль спасателей, и прибрежная зона, и люди вокруг. Раньше было, конечно, больше мусора, больше камней, больше всяких животных, которые живут на дне. А сейчас это более безопасно. Очень нравится, что спасатели, которые дежурят, либо работают у нас на речке, они отслеживают тех родителей, которые недобросовестны, не смотрят за детьми. Пьяных нету. Культурное, наши гомельчане, приятно сюда приходить. Всего в Гомеле для купания оборудованы 10 пляжей. Здесь чистый берег и дно, вся необходимая инфраструктура, туалеты, кабинки для переодевания, фонтанчики с водой, торговые объекты и, самое главное, всегда на чеку спасателей. На пляже есть целый комплекс мероприятий, которые до начала для открытия купального сезона должны быть выполнены всеми структурами органов власти, не только осводом. Освод несет службу уже, когда пляж принят, когда он уже освидетельствует санэпидстанция, прошла контроль и очищена подводная часть пляжей. Все строения, которые необходимы быть на пляже, то есть раздевалки, грибки, скамеечки, там урны должны быть, туалеты. Конечно, кому-то хочется отдыхать в более уединенных местах или там, где это в принципе запрещено. Но нужно помнить, если что-то случится, помочь, возможно, будет некому. Поэтому выбирать следует только безопасные, специально оборудованные пляжи. Если говорить применительно к центральному пляжу, вот акваторию, которого мы видим, здесь был организован и подвоз песка, достаточно безопасно оборудована прилегающая к воде зона, удален всевозможный и растительный мусор. Кроме того, все, что я сказал выше, от малых архитектурных форм до мусороудаления, до водопроводной воды, до точек, которые осуществляют малую торговлю, здесь мы все это можем видеть. Я думаю, что городскими властями предприняты все меры для того, чтобы наши жители, жители нашего города, гости нашего города чувствовали себя здесь очень и очень комфортно. Кстати, на Любинском озере теперь можно прокатиться на катамаране. Судно, как и шезлонги, дезинфицируют. Жилеты взрослым и детям одевают спасатели, подбирая по размеру и надежно фиксируя. У нас созданы и оборудованы шезлонги имеются, постоянно они обрабатываются, проводится тоже дезинфекция, имеются все для этого средства у нас. Катамараны тоже приведены все в полную готовность. Оборудованный лягушатник, полностью зона купания. Люди уже полностью все это дело облюбовали. Палатка, напитки тоже установлена. Там уже торгуют напитками разными. Планируется еще торговля квасом, мороженым здесь тоже на период летний. Особенно важно, чтобы родители не отпускали детей одних на водоемы. Лето еще только началось, а трагедии уже произошли. На днях в Гомельском районе утонул подросток. Он стал 16-й жертвой воды с начала этого года. Марина Джалая, Валерий Гапанько. Новости недели.